Приветствую вас. Я, пожалуй, поддержу своего коллегу в том, что вы не донесли до нас никакой предыстории того, что с вами произошло. То есть вы не рассказали о том, как у вас развивались отношения, вот, и, собственно, вы не объясняете ничего. Просто говорите, что муж вас перестал обеспечивать, да, вот вы говорите, что живем в браке 12 лет, есть дети. Значит, за 12 лет у вас в семье сформировались свои какие-то взгляды, да, свои какие-то представления, ценности и так далее, и так далее, и так далее. И я думаю, что у мужа вашего, ну, я ни в коем случае его не оправдываю, конечно же, вот. Но просто хочу сказать, что у вашего мужа наверняка есть какие-то основания для того, чтобы, ну, собственно, не давать вам денег, да, не оплачивать ваши нужды, вот. Соответственно, ваша задача, именно ваша задача ключевая заключается в том, чтобы понять, что произошло. Почему вы для своего мужа стали такой, ну, скажем так, такой неценной? Как так получилось, что вы обесценились для своего мужа? Вот. Вот, я думаю, это первое, на что стоит обратить внимание. Это первое. И здесь, конечно, нужно разбираться, нужно знать и его позицию, я думаю, что это, в общем, совершенно очевидно, что его позиция нужна, вот. Он же как-то обосновывает это, и, соответственно, видимо, для него обоснования являются вполне себе правильными, если он, ну, не желает вас обеспечивать. То есть, на мой взгляд, нужно вот с этими вещами все-таки работать, если мы хотим понимать, что происходит. Вот. То есть, нужен, грубо говоря, анамнез вашей семейной жизни. Вот. Ну, не воспринимайте это всерьез, это жутко. Ну, в любом случае, нужно разбираться, что произошло. Вот. Нужно разбираться с тем, что случилось. Вот. Мы этого знать, к сожалению, не можем. Однозначно могу сказать, что вам надо повышать свою самооценку в глазах мужа и самооценку в своих собственных глазах. Вот. Это, однозначно, то, что, вот, нужно делать. Но, что делать дальше, как так получилось, я сказать вам, к сожалению, более подробно не могу, потому что непонятно, какие у вас отношения, отношения. Вот. Вообще, очень похоже, что муж обиделся на что-то, на вас. Вот. И обиделся, надо сказать, очень конкретно обиделся муж. То есть, он, прям, вот, видимо, не хочет ничего для вас делать, да. Это, прям, говорит о конкретной обиде на вас. Но, с чем она связана, да, это вот, совершенно непонятно. Тут, конечно, нужно смотреть, нужно разбираться. С чем, с чем, с чем связана обида. Обида на вас, вашего мужа. Вот. Есть, есть ли вообще обида, да? То есть, может быть, там что-то другое, да? То есть, может быть, там не обида, а, может быть, там какие-то другие аспекты есть, понимаете? Вот. Ну, тут, ну, тут, ну, тут нужно разбираться. Короче говоря. Вот. В любом случае, требовать от мужа того, что он давать вам не хочет, не стоит, так вы еще больше его от себя отдаляете, так вы его еще больше от себя отстраняете. Вот. Поэтому, значит, требовать от него не нужно. Не хочет давать, пусть не дает. Вот. Другое дело, другое дело, что вам нужно полагаться на себя. Вот. Это вот совсем другой момент, да? То есть, нужно полагаться именно на свои собственные силы, на свои собственные ресурсы, на свою собственную энергию. Вот. Чтобы ситуация нормализовалась на вас. Потому что, ну, вполне может быть такая история, что мужчина знает, что вы от него зависите, ну, чересчур. Вот. Мужчина знает, что вы от него, что вы от него, что вы в нем чересчур нуждаетесь. Вот. И, соответственно, это, это как раз таки и позволяет, это и позволяет ему вести себя, ну, вот, так с вами. Таким образом, с вами позволяет вести. Вот. И я думаю, что если вы станете, ну, может быть, более независимым, если вы станете, может быть, если вы покажете ему, что вы сам все сделаете, или, может быть, если вы с ним поговорите, объясните ему все. Может быть, может быть, если вы по душам поговорите, вот, то ситуация может быть, может быть, ситуация нормализуется. Вот. Вот. Ну, опять же, тут не стоит делать именно подпечных каких-то выводов, да, и подпечных действий не стоит делать. А лучше будет, если вы все-таки как-то вот, ну, свои силы распределите, да, и, например, впервые проконсультируетесь с психологом, да, впервые как-то разберетесь с ситуацией в целом, вот. А уже потом, потом, уже после этого будете разговаривать с мужчиной, вот. Это, мне кажется, куда более правильнее и куда более эффективнее, чем вот то, что вы делаете сейчас. Кстати, а что вы делаете сейчас? Делаете ли вы что-то сейчас? Вот. А на мой взгляд, это очень важный вопрос, чуть ли не самый важный. Что вы сейчас планируете делать? Вот. Или вы просто, вот, вопрос задаете и все. Вот. Знаете, мужчине нужен стимул, стимул, для того, чтобы для вас что-то делать. Вот этот стимул, он, получается, пропал. Вот. Почему пропал? По какой причине пропал? Из-за чего пропал? Пропал, да, непонятно. Но пропал. И сделать с этим, вы вряд ли что-то можете на данный момент, сейчас. Вот. Поэтому, конечно, имеет смысл подумать над тем, что может мужчину простимулировать, что ему нравилось, что его привлекает, что его интересует. Вот. И так далее. Вот. Вот это вот может вам помочь, это может вам как раз-таки дать то средство, значит, КПР, и будет эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ С другой стороны, может быть стоит вообще пересмотреть свои отношения с мужчин, вот, в цел. Может быть вы стали слишком далеки друг от друга, может быть вы стали слишком чужими, вот. Может быть такая история? Я думаю, конечно может. И, соответственно, если это так, то это тоже нуждается в корректировке какой-то, да, вот. Так что, я думаю, вариантов здесь много. Главное, чтобы вы хотели сами делать что-то, вот. Ну, если не для мужа, то хотя бы для детей. Вот этот вот ваш, эм, такой, несколько требовательный тон, да. Вот, может быть именно это вашему мужу и не нравится, что вы требуете от него чего-то. То есть не просите, да, а именно требуете. Может быть именно это ему не нравится. Хотя я, безусловно, здесь можно только-только гадать. Это понятно. Вот. Так. Ага. Ну, опять же, принципиальность, да, она никогда не появляется на ровном месте. То есть если мужчина игнорирует вас принципиально, игнорирует ваши, ваши потребности принципиально, значит, у него есть для этого какие-то, ну, какие-то объяснения, какие-то стимулы, стимулы, вот. И, соответственно, что это за стимулы и нужно смотреть. Разбираться нужно, короче говоря. Вот. Ну, значит, пока что, я думаю, имеет смысл вам держать от него дистанцию, дистанцию, да, то есть пока вы со всеми вещами не разберетесь, пока вы не проанализируете всё, не поймете, что было, что происходило, вот. Я думаю, что не стоит предпринимать каких-то шагов, а потом, соответственно, уже будет понятнее. И тогда вы сможете более эффективно, более рационально и более грамотно, более грамотно, да, строить свою, собственно говоря, позицию, строить свою, собственно говоря, модель поведения. Вот. Я думаю, так можно ответить вам на ваш вопрос. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку, я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим, вот. Ну, а с точки зрения, например, вот, с точки зрения треугольника Гартмана, например, вы сейчас находитесь в роли жертвы. И одновременно в роли преследователя. Вот. Соответственно, из этой роли нужно выходить. Да, да. То есть, ну вот, сами подумайте. Не унижает ли вас тот факт, что, значит, ну, что вы пытаетесь требовать от своего мужа того, что он вам давать не хочет. Он вообще никак не хочет давать. Вот. Ну и у вас нет запроса на поиск проблем. Что для меня тоже выглядит как такой достаточно тревожный знак. Потому что, ну, подобное принципиальное говорит о серьёзной, серьёзном отчуждении. Вот. Вы говорите, что вы работали, может быть, в этом всё дело, что вы работали и что приучили мужчину к тому, что сами можете себя обеспечить. А здесь вот вдруг перестали себя обеспечивать и мужчины просто-напросто, ну, может быть, не знаю, может быть, решили отомстить вам за то, что, вот, вы сами себя обеспечивали. Вот. Я, конечно, понимаю, что это звучит смешно, вот, и скорее всего не так, но тем не менее. Ситуации, которые вы описываете, можно только предполагать. Вот. Я желаю вам всего доброго. Вот. И надеюсь, что ваша ситуация разрешится. Удачи вам! Спасибо. Спасибо.